Серёж, вот смотри, мы же говорили о том, что в этом проекте мы даём возможность людям попробовать себя в роли продюсеров. Продюсер, такое животное на двух стульях сидит. С одной стороны, это креатив, а с другой стороны, это менеджмент и выбор технологий, выбор, сбор команд. Вот посмотрев на эти проекты, ты бы посоветовал, в какой стороне подтянуть свои навыки? В стороне креатива, в стороне менеджмента или в стороне технологий? Тем, кто делает проект на Tilda, я бы посоветовал подтянуть как креатив, а тем, кто делает проект на Standalone, там, в общем, по-разному на самом деле. Потому что Tilda хороша тем, что она, в общем, даёт готовое решение, но готовое решение, они не всегда, в общем, решают те задачи, которые перед нами стоят. Это, естественно, что это компромисс между теми возможностями, что есть на сервисе, теми желаниями, которые есть у продюсера. Продюсер теме хорош, что он ищет самые-самые разные варианты в неожиданных местах. И я думаю, что поскольку темы были по большому счёту все интересными, то есть тут с точки зрения креатива в темах подошли очень хорошо, на мой взгляд. Но с точки зрения технологий, опять же, наверное, здесь сыграл решающую роль тот фактор, что люди некоторые, в общем-то, первый раз пытались создавать эти проекты, им просто нужно было всё прощупать. Поэтому дальше, мне кажется, будет интереснее, потому что они уже что-то нащупали для себя. И тут очень важно вот эти два стула под собой удержать, и продюсерский, и менеджерский, потому что один без другого совершенно бессмысленно. Или мы получим какой-то очень заалгоритмизированный, очень чётко выстроенный проект, который будет абсолютно неинтересен аудитории, потому что он не будет упакован. Либо мы получим какую-то супер красивую обёрстку, но совершенно бессмысленную и, ну, излишнюю. Бессмысленно не получить, потому что проект, в принципе, все осмысленные по теме. Но там будет очень много излишнего. Поэтому я советую один универсальный удержаться на двух стульях, создать некий компромиссный такой, ну, прийти к компромиссу между креативом и менеджером. Ну, естественно, что понимать, что одно без другого не имеет смысла.